Диалектика как логика развития, как логика социального прогресса. Ну и строить я ее буду исторически. Вот возникновение диалектики как формы мышления, возникновение диалектики, не диалектики, а природе, которая там присутствует как сущность движения природы, а диалектики как формы мышления, возникновение, судьбы исторически диалектического мышления и значение для современности. Я пройду исторически буквально от Лао-Дзи и Гераклита до Гегеля и Ильенкова, Ленина и Ильенкова. Ленин колоссальный вклад внес в философию в широком смысле и в диалектику в частности. Ну и вот таким образом пойдем. Время у нас два часа, и вот я должен что-то изложить за это время. Начнем с того, как представляется структура человеческого интеллекта, человеческой духовной жизни, мышления, можно сказать. Гегель говорил, что мышление это не просто сопряжение понятий, каких-то логичных рассуждений, логически доказанных, обоснованных рассуждений. Мышление это вся работа человеческого духа, включая ценности, эмоции, мораль, искусство, науку, науку в широких разветвленности ее, в широких ее разветвлениях. Мышление это вся совокупная деятельность человеческого духа. И часто, или иногда, или часто Гегеля представляют таким сухим логицистом, формальным даже мыслителем. И диалектику Гегелевскую иногда представляют как совокупность определенных правил, законов, категорий, которые можно изучить, и изучив, применять. И это может делать любой человек, поскольку он человек. Вот это такое опасное рассуждение, опасная позиция, и она очень распространена в нашей культуре. Сведение Гегеля, диалектики, тут имеется в виду, к такой логической работе духа, логически обусловленным правилам построения выводов, которые доступны любому человеку. Если он их освоит, он может их применять. Вот это такое понимание диалектики у нас было в советское время очень распространено. Его преодолевал только Ильенков. И школа, или не школа, а группа, даже не группа как соединенная, а как разрозненные движения, как разрозненные люди, двигавшиеся в направлении преодоления. Вот этого, этой формализации диалектики, этого превращения диалектику в нечто рассудочное, доказательное и допустимое для восприятия любым человеком. Эти люди – Ильенков, казахский философ Абдильдин, которого я имел честь видеть лет 10 назад в Москве, Давыдов, В.В. Давыдов. Ну, вот другие, что тут я забыл всех. Поэтому я веду речь о мышлении как о широком поле духовной деятельности человека. И здесь можно вычленить, давайте ближе к делу, три полосы – эмоциональность, рассудок и разум. Вот эти три узла, три ступени, три формы человеческой духовной деятельности. В эмоциональность я включаю ценностное мышление, пристрастия, интересы, идеалы. Это эмоциональная сторона, я так ее называю. Хотя вот эмоционально еще более широко включают в себя и животные эмоциональности, ну, состояние гнева, радости, какие-то стрессовые состояния, потрясения и так далее. Ну, по крайней мере, вот эти три узла я вам обозначаю. И если говорить о исторической последовательности, то первоначально в человеческом обществе преобладают эмоциональные и рассудочные элементы. Преобладают, я сказал. Не единственный человек начинается с того, что называется разумом. Но вот этот элемент разума уничтожен первоначально и вытесняется или заглушается работой эмоций и рассудочных схем. Эмоциональная сфера характерна для... Тут вот какие у меня представления о истории человечества. Эмоциональная сфера преобладает в материнском роде, в первоначальном человеческом обществе, в эпохе верхнего палеолита. И здесь это эмоциональное мышление реализуется, выражается в так называемой мифологии. Мифологическое сознание. Оно господствует в эпохе матриархата верхнего палеолита. Оно присутствует и сегодня. Мифологическое мышление существует, присутствует в нашем сознании, в сознании присутствующих здесь, нас и сегодня. Мифология — это эмоциональные достройки человеком в миропонимании, в восприятии мира, тогда, когда не работает ни рассудок, ни разум, не работает логика. Мифологическое сознание — это образное, целостное, эмоциональное мышление человека, включенного в общество так, что он не выделяет себя из общества как единица, как человек отдельный от общества. Он поглощен обществом, и можно говорить не о мифологическом мышлении человека, а о мифологическом мышлении группы, общества, которое несет в себе человек, воспринимая это мышление. И в этом смысле мифология, вот давайте вникнем немножко в его, элементы. Элементами мифологического мышления является целостность миропонимания. Мир един, управляется какими-то едиными силами. Мир не разделен, следующий, наверное, момент, не разделен на объект и субъект. Все в мире сравнимо с человеком и такое же, как человек. В человеке есть тело и душа, значит, какие-то душевные, духовные начала, значит, и в природе есть и тело, материя или природа, или что-то вещественное, и нечто духовное. Все одухотворено, все живое. Горы, леса, деревья, вода, небо, море и так далее, они так же живы, как и человек. По аналогии с собой человек представляет и мир внешний. И этого внешнего мира, как внешнего, будто как для человека не существует. Он влит в внешний мир человек, и внешний мир присутствует в человеке, как равный с ним. И человек живет среди мифологических образов, как среди реальных, мифологических воображенных образов, как среди реальных предметов. И среди реальных предметов, как фантастически представленных в сознании. Вот такое мышление, в котором нет доказательности, последовательности в рассуждениях, нет отделения объекта от субъекта, нет отделения реальных свойств предмета от вымышленных, воображенных. Реальные свойства реальны, солнце греет и солнце светит, но есть и воображенное свойство солнца, оно нас любит, оно нас не любит, оно нас наказало за что-то и так далее. Воображенные свойства предметов не отличаются от реальных. Происходит так называемая свобода предикаций. Предикат – это сказуемое, предикат – это свойство. Солнце светит, солнце – субъект мышления, понятие суждения, а светит предикат. Так вот, многопредикатность и неадекватность предиката в предмету – это свойство мифологического мышления. Я говорил, что в нашем сознании присутствует мифология. У нас тоже существует мифология, что или она внушается, по крайней мере, если так я имею в виду. Вот нам внушается, что наше правительство о нас заботится, что оно хочет счастья народу. Ну так же ведь, да? Не так ли? И наши великие руководители нынешние и прошлые, какие там были. И у нас такое представление, или оно нам внушается, что да, вот эти предикаты присущи реальному предмету, нашему правлению, нашим лидерам там. И люди уверены, что это действительно так, что они действительно о нас заботятся, а какие-то там враги, которые у нас есть, они, конечно, плохие. Это идеология. Идеология мифологична. Это очевидно. Вот так от древности до сих пор, до сегодняшнего дня мифологические представления сохраняются в сознании. Но вот в первобытном мире они господствуют. Ну вот эти моменты. Целостность, эмоциональная окрашенность, непоследовательность, неадекватность в представлениях о предмете, множественность и неконтролируемость предикатов. Хотя бы вот эти моменты в мифологическом мышлении. Достоинствами этого мышления, все-таки, если вернуться к общему такому, достоинствами являются вот эта целостность и любовность. Я этого слова еще не произносил. Привязанность мифологического мышления к материнскому любовному роду, к обществу, организованному на материнской заботе. Главное в обществе фигура – женщина, мать, родительница, воспитательница, там или что угодно. И люди объединены этим единством и этим чувством единства друг с другом и с природой. Вот эта характерная черта мифологического или первоначально эмоционального, как я сказал, сознания, очень важна. И она, как ценность держится и до сих пор, как ценность она организовывала Средневековье, я, наверное, буду сегодня об этом говорить, и как ценность она организовывала и советское общество, и вообще человечество. Без этого нет человечества, без взаимного тяготения, валентности, любви, единства людей с друг с другом и людей с природой. Человечество начинается с этого состояния, и это состояние остается и ценным, и перспективным для всего человечества. Несмотря на то, что оно взорвано и в последние тысячелетия вытеснено на периферию культуры. И вот это вытеснение начинается с возникновения цивилизации или становления цивилизации, с возникновения частной собственности, классового общества, государства и соответствующих форм жизни, культурной, духовной в широком смысле. Господство эмоционального мышления, господство мифологического мышления вытесняется господством рассудка. Рассудок, теперь о нем, это способ мышления, скажем, человека, не будем по спинозе говорить об обществе, о субстанции, рассудок это мышление человека, включенного в цивилизованное общество, в качестве включенного в общество, в качестве индивида, борющегося за свое существование, в качестве частного существа, оторванного от целостности общества. Рассудочное мышление присуще людям, индивидуализированным, оторванным от целостного мира, от целостного состояния общества. Частная собственность разрывает людей и превращает их в агентов движения этой частной собственности. Не человек господствует над своей жизнью, а именно формы жизни господствуют над человеком. получается превращенное, извращенное, отчужденное общество, отчужденный мир частной собственности. И вот когда он начался, с тех пор и существует то, что называется рассудочным мышлением. Рассудок имеет свои достижения, свои ценности, свои преимущества по отношению к мифологическому, эмоциональному мышлению первоначального общества. Есть такая интересная книжка, я ее, по-моему, вам называл, автор Джордж Франкл. Не Виктор Франкл, известный гуманист 20 века, а Джордж Франкл. У него есть книжка «Археология мышления». Вот посмотрите на эту книжку, найдите, посмотрите. Там он пишет о том, что первоначальное любовное материнское общество затормозило, стало тормозить, стало тормозом в развитии человечества, в развитии общества, в развитии производства, и духовной жизни, и культуры, и всего на свете. Материнское общество расслабляло, исключало агрессию по отношению к миру. Любовное, благоговейное, доброе отношение к миру тормозило развитие общества. Тем не менее, какие потребности, какие необходимости порождали новое производство, порождали производство, порождали производство. В материнском роде не было производства, было собирательное хозяйство. Возникновение производства требует от человека, организующего это производство, требует последовательного, доказательного мышления, объективного мышления. Требует представления о внешнем мире не как о живом существе, равном мне, а представления о внешнем мире, как о внешнем мире, который бездушен, безжизненен, внешен, и с ним можно делать то, что нужно человеку. Преобразовывать его. Не благоговейно молиться и ждать, что Посейдон спасет мои лодки или не спасет, как он захочет, а штурмовать океан, умея, зная его закономерности, умея это делать и зная его закономерности. Вот это объективирование мира, превращение его во внешний и подверженный насилию объект, допустимых, что насилие над ним допустимо, и что адекватное, доказательное, последовательное мышление необходимо человеку для такого преобразования мира в своих интересах. Вот это колоссальное, мыслительное, и, следовательно, в общем, социальное, антропологическое по отношению к человеку революция, она и произошла при переходе от матриархата к патриархату. И вот достоинствами, я повторяю, этого нового рассудочного мышления стало то, что мир стал рассматриваться как объективный, достойный преобразование, достойный, можно сказать, преобразование или подлежащее преобразованию, и мышление должно быть доказательным, последовательным и эффективным в своих действиях. Нерентабельность, так сказать, мифологического мышления была заменена, сменена вот этой новой эффективностью, эффективностью нового мышления. Мышление это, я уже сказал, это мышление человека, не поглощенного стадом, обществом, как стадом, полустадом, вышедшим из первоначального животного состояния, а это уже мышление человека, изолированного, отдельного, преследующего свои цели, человека индивидуального. Возникает индивидуализм или возникает индивидуальность, превращающаяся в индивидуализм. Возникает индивидуальность. Человек становится свободным в своих действиях и мыслях. Он не поглощен группой а движется самостоятельно. Вот этим символом, образом художественным такой человеческой самостоятельности является известный Одиссей. Одиссей хитромудрый, называли его в античности, да, у Гомера. Одиссей это проходимец, это землепроходец, это тот, который везде пройдет, тот, который не боится природных стихий, он не боится этих силы и хорибды, не боится циклопа, не боится океана. Он утверждает себя как силу соизмеримую с силами природы. Много на свете дивных чудес, но чудес не у всех человек, где-то там такие античные есть стихи. И вот этот образ был таким знаменем и знамением античности, скажем, если пропустить Двуречие, Китай, более древние цивилизации, то будем говорить больше об античности. Вот в этой культуре проявился в большей степени вот такой рационализм, связанный с индивидуализмом и связанный с преодолением мифологического поглощения человека группой. Возникает новый человек, индивидуальность и, следовательно, индивидуалист. На этом индивидуализме строится вся цивилизация до наших дней. И теперь недостатки. Как-то так, может быть, не все еще сказал о достоинствах, но вот о недостатках. рассудочного мышления. Оно, хотя я уже произнес слово индивидуалист, индивидуализм, оно индивидуалистично, оно не сопряжено с целым, оно разрушает целое. Человек противостоит не только миру, но и другим людям. Частные интересы начинают преобладать или воспреобладали над общими. На этой основе вражда человеческая, противостояние людей друг к другу. Частная собственность обрекает человека на защиту этой собственности и на экспансию, на захват других элементов этой собственности, на войны. войны обусловленные частными интересами просто изнуряют человечество. И так или иначе такая вот война всех против всех осмысляется, осознается людьми как нечто негативное. Вот сначала осмысление, осознание людьми негативности такого отношения к миру, негативности рассудка, с начала этого осознания начинаются две, я уже в прошлой лекции об этом говорил, начинаются две формы протеста против господства рассудка. И одна из них, первая, скажем так, наверное, она и первоначально по времени, одна из них это религия. И под религией я тут подразумеваю не мифологию как образное мышление или наделение одухотворения природных явлений душевными, духовными, психическими качествами, а здесь я имею ввиду сбился тут смысла сейчас, я имею ввиду эту первую силу, религию, как монотеистические уже религии. Монотеистические религии возникают где-то в четвертом, в пятом, четвертом веках до нашей эры, это буддизм, потом зороастризм, потом христианство во втором веке, во втором тысячелетии до нашей эры, я веке сказал, христианство в пятом, четвертом веках до нашей эры и мусульманство еще позже, вот эти первые зарождающиеся религии, они противостоят рассудку, осуждают рассудочное состояние человечества и войны, и напряженные отношения всех со всеми, но они, увидев недостатки общества, недостатки рассудочного состояния мышления, не могут дать пути преодоления, дать другие ценности, которые бы заменили ценность рассудка. Они просто предлагают вернуться к первоначальному эмоционально-мифологическому, может быть, любовному состоянию общества. Вот любовь должна христианству, и до сих пор на любви прямо все с ног сбились, ищут все эти варианты любви. Иисус – это любовь, везде можно сейчас увидеть. И не нужна ни наука, ни рассудочное отношение к природе, ни преодоление ее, ни последовательное доказательное мышление. Все это не нужно, потому что оно ведет к напряжению, потому что оно ведет к войнам и к уничтожению человеческого достоинства, человеческого образа жизни у всех людей. Это саморазрушительное явление. Так вот, это правда. Но если избавиться от рассудка вообще, как врага рода человеческого, то впадешь в первобытное состояние, пусть и любовное, но не до человеческое, не достойное все-таки человека. Собирательное хозяйство и материнский любовный род. Хорошо бы, да? Или нет? Вот такие вещи религия до сих пор, по сути дела, тянет человечество назад, в мифологически благоговейную эпоху, когда человечество просто выглядит, как младенец, нуждающийся в поводыре, нуждающийся в защитнике, в виде матери любимой или бога там, или богов, которые тебя защитят. Это еще младенческое, еще не человеческое состояние. В это состояние ввергает человечество любая религия из тех, которые вот я перечислил и которые сейчас существуют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok